Вот сколько чашечек. Мы тоже выбрали здесь чашечку. У меня одна чашечка находится уже на даче. Вот я решила... Вот посмотрите, и подсвечник какую за 200 рублей. Здравствуйте, мои дорогие, мои прекрасные зрители! В прошлый раз, когда я была на блошином рынке ретро на заводе Кристалл, я сделала небольшой обзор своей кжели, которую я там купила. Но это не все были покупки. Я купила намного больше. И сегодня я сделаю обзор других покупок, которые я приобрела тоже на заводе Кристалл. И начинаю я вот с этой замечательной тарелки. Мне нужна была тарелка для дачи, которая должна была висеть на стене в гостиной. И когда я эту тарелочку, или даже можно сказать блюдо, потому что она большая, принесла к себе домой, я вдруг обнаружила, к удивлению своему, что она идеально подходит к интерьеру моей комнаты. И, конечно, я решила ее оставить здесь, в квартире. Эта тарелочка произведена в Югославии. Замечательная такая тарелка, деревянная, подвесная. Посмотрите, цветочные узоры, так красиво все. Ручная работа, все вырезано. Блюдо вообще сказочное. 34 сантиметра. Придется что-то искать, снова идти на блошинный рынок и искать что-то такое же монументальное, очень красивое. Потому что 34 сантиметра диаметр. Это прекрасно. Тем более темное дерево. И купила я это блюдо всего за 600 рублей. А сейчас, мои дорогие, я хочу прервать свой обзор и показать вам все же, напомнить о прекрасной кжеле, которую я купила на прошлом рынке. Если вы помните, все было очень-очень дешево со скидкой. А это вторая моя покупка. Жостовский подносик. С ягодами рябины, золото, красные, черные. Все, как я люблю. Смотрите, ягодки ежевики или малинки. В общем, красота. И я его купила за... Вот не помню, то ли за 50 рублей, то ли за 100. Но, по-моему, даже за 50. Потому что он был по 100. Да, за 50. И, конечно, я у себя в Александрове покупаю дешево. Но самое у меня дешевое, это по 100 рублей. А здесь, видите, мне очень понравилось это. Это настенная такая. Тарелочка. Диаметр этого подноса 24 сантиметра. И вот этот замечательный поднос тоже моя третья покупка. Я его купила как раз точно уже за 50 рублей. Диаметр этого подноса 31 сантиметр. Ну, тоже достаточно большой. Кстати, если мы внимательно посмотрим, что здесь даже есть подпись автора. Он подписной. Но здесь, видите, уже не такой... Если близко посмотреть, то видно, что не такое уж качество хорошее. И он уже обдирается по краям. Вот, видите? Вот. И, в общем, он не в таком уж идеальном состоянии. Но для дачи, для моей, я считаю, это все просто идеально. Ну, сами понимаете, что мне там важны не исторические какие-то вещи, а просто для интерьера какие-то красочно-красивые пятна дизайнеровские. Ну, вот этот поднос, я считаю, очень здорово. Он тоже с рябиной. И здесь дополнительно тоже много белого цвета. Что делает более жизнерадостной эту картину. Ну, в общем, мне очень понравилось. Я его купила. Вот еще одна моя покупка. Это кофейная пара. Замечательная чашечка. Вот, вы видите, здесь написано слово Шварцбург. Шварцбург, Рудольфштадт. Германское государство владетельного дома Шварцбург, существовавшее с 1583 года по 1909 года. Первоначальное графство. А с 1710 года имперское княжество, столица которого Рудольфштадт. Смотрите, как здесь красиво блюдечко по краям с золотом. И ручка тоже золото проходит и на чашечке. А блюдечко само... Во-первых, чашечка здесь с рельефом. Здесь вот эти вот штучки такие беленькие на башнях, вроде как зубцы. Они с рельефом. А также здесь рельеф еще и на блюдечке. Посмотрите. Очень красивый белый такой рельеф. Красивое блюдечко. Ну, все так выдержано очень красиво. Замечательная кофейная чашечка. Фурт очень хороший, белый. И стоимость его была как раз в этот день всего 100 рублей. Вот такие замечательные тарелочки. Это, конечно, деколь. Но посмотрите, как все приятно. Какая гламурная сцена. И собачка, и шляпа, и такая девушка, молодой человек. Ну, девушка с веером. Очень красиво все. И розы. Все замечательно. И вот золотая такая у нее ободочка. Я хочу сказать, что мы сначала даже не посмотрели. Купили эти тарелочки. С Галей, я уже говорила. Поделили их по три штучки. И только потом мы решили посмотреть, чьи же они, чье это производство. Оказалось, что это Сумский фарфоровый завод был построен в 1963-65 годах в городе Сумы Сумской области. В 1990-х по 1991 году завод поспускал 16 миллионов фарфоровых изделий в год. После провозглашения независимости Украины в 1994 году он стал закрытым акционерным обществом. В 2013 году завод стал банкротом. И затем его ликвидировали. Посмотрите, какая прелесть. Это все тоже прекрасный фарфор СССР. Посмотрите, какая прелесть. Рисунок на всех этих трех тарелках одинаковый, идентичный. Вот замечательная чайная пара. Это все-таки Чехословакия. Я считаю, что она тоже очень красивая, замечательная. Ну, вообще-то я золотые, золотые, не очень люблю золотую посуду. Но это мне очень понравилось. И тем более, как-то вот она подошла к нашим тарелочкам, которые мы купили. Посмотрите на ручку, какая замечательная ручка. Здесь, вы видите, есть рельеф, что мне тоже очень понравилось. Утрат почти нету. Вот небольшие утраты на блюдечки золота. Ну, это совсем небольшие утраты. И, ну, вот, замечательные вещи, замечательные. Такая праздничная, нарядная. Можно, кстати, и как кофейную чашку использовать тоже. Она, в общем-то, не такая большая. Ну, и опять же, 100 рублей. Спасибо, дорогие друзья, за просмотры. Спасибо, что были со мной. А я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого-самого хорошего. И в первую очередь здоровья. Берегите себя, мои дорогие. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok